И самое лучшее лекарство не поможет больному, если он отказывается его принять. Здравствуйте, в эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот, что вас ждет в этом выпуске. Сегодня в новостях медицины Ставрополя. Об оснащении и реконструкции медицинских учреждений в рамках государственных региональных программ здравоохранения. Варикозное расширение вен. Правда ли, что женщины страдают им в четыре раза чаще мужчин? Разговор со специалистом. Переполненные поликлиники и уставший медперсонал. Как на Ставрополе борются с пандемией коронавируса штамма Омикрон? Насколько эффективна вакцина Астрозенека? И при чем тут тромбоз мозга? В сюжете наших европейских коллег. В рубрике «Совет врача» о женском здоровье тем, кому за 40. Все это вас ждет в сегодняшнем выпуске. А пока начнем с новостей медицинской отрасли. Масштабное дооснащение больниц будет проведено в 2022 году в Ставропольском крае в рамках нацпроекта здравоохранения. Финансирование этого проекта запланировано в объеме более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Об этом в среду 9 февраля сообщила пресс-служба главы региона Владимира Владимирова по итогам совещания, посвященного реализации на Ставрополе национальных проектов. Всего в отрасли здравоохранения в 2022 году реализуются 8 региональных проектов. Один из них посвящен борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он предполагает в том числе закупку оборудования для краевых больниц. На эти цели предусмотрено свыше 430 миллионов рублей. Нацпроект уже помог изменить к лучшему ситуацию в нашем здравоохранении. В плане оснащенности больниц оборудованием и транспортом в вопросах приведения в порядок зданий медучреждений. Работа продолжается в этом году. От ответственных требую обеспечить своевременное заключение и реализацию контрактов для исполнения каждого пункта нацпроекта. Это важно для Ставрополья, для людей. Подвести их никто не имеет права. На Ставрополье продолжается реализация регионального проекта по борьбе с онкозаболеваниями. Почти полмиллиарда рублей в этом году будет направлено на дооснащение краевого онкологического диспансера. Также в этом году после поставки всей необходимой техники откроется четвертый в крае центр амбулаторной онкологической помощи. Он находится в Весентуках. Ранее амбулаторные центры онкопомощи были созданы в рамках нацпроектов Ставрополь, Буденовский и Кисловодский. На эти средства закупаются в том числе два медицинских линейных ускорителя и система 3D-планирования лучевой терапии, магнитно-резонансный томограф и другое медоборудование. Возможность обновить учреждения появилась по программе модернизации первичного звена. Фельдшерско-акушерский пункт капитально отремонтируют в поселке Горный Петровского округа в 2022 году. Строители уже начали работы на объекте. Об этом в среду 9 февраля сообщает пресс-служба Краевого министерства образования. В поселке Горный проживает почти 400 человек. Местный фельдшерско-акушерский пункт был построен в 1983 году и за все время ни разу капитально не ремонтировался. Начать ремонт учреждения в 2022 году позволила программа модернизации первичного звена здравоохранения. Строители уже начали демонтаж старых конструкций. Завершить работы планируется к июлю этого года. Помимо проведения капитального ремонта в медицинском учреждении обновят оборудование. Для фельдшерско-акушерского пункта также закупят новую мебель. Благодаря программе модернизации в этом году начато масштабное обновление медучреждения. Будет проведена замена крыши, полный капитальный ремонт внутри здания, включая замену дверей и окон, а также электромонтажные работы. На эти цели выделено более 1 миллиона рублей. Отремонтировать также планируют и инфекционные отделения детской больницы в Невиномыске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. Ведомстве отреагировали на видео из соцсетей, на котором снята плесень в палате медучреждения. Фото и видео с плесенью на оконных откосах опубликовал в соцсети очевидец. По словам автора публикации, в таком состоянии находятся палаты, где лечат детей с COVID-19. В администрации городской больницы пояснили, что вентиляционные решетки изолировали, чтобы инфекция не распространялась в другие помещения. При этом в палатах есть возможность открыть окна, чтобы проветрить помещение. В настоящее время в связи с высоким ростом заболеваемости детей инфекционными заболеваниями, инфекционное отделение имеет стопроцентную наполняемость. На систематической основе медицинским персоналом проводятся генеральные уборки. Администрации городской больницы города Невиномыска запланировано проведение текущих ремонтных работ после окончания эпидсезона. От варикозного расширения вен страдает 20% взрослого населения планеты. Говорят, этот диагноз все чаще становится спутником тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. При этом варикоз еще и весьма коварен. На начальных этапах болезнь редко беспокоит, но игнорирование проблемы может привести даже к летальному исходу в ряде случаев. Как вовремя распознать варикоз и чем может помочь современная медицина при его лечении, поговорим сегодня. У нас в студии Аркадий Исаян, сердечно-сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. С точки зрения физиологии, что такое варикозное расширение вен? Это как-то связано с эластичностью сосудов? Варикозное расширение вен или варикозная болезнь нижних конечностей – это расширение поверхностных вен нижних конечностей, которые сопровождаются нарушением клапанного аппарата, несостоятельностью клапанов и нарушением правильного тока крови по венам. Вот чтобы наши телезрители поняли, что значит клапан и так далее, давайте расскажем немного о структуре вен, из чего она состоит и какие вообще виды вен бывают. Значит, в нижних конечностях бывают вены глубокой системы и вены поверхностной системы. Так уж устроена физиология, что по венам кровь должна оттекать к сердцу, то есть снизу вверх. Для того, чтобы не было обратного рефлюкса, в организме человека, в поверхностных венах существуют клапаны. Только в поверхностных? Да, только в поверхностных, которые способствуют их правильному току, чтобы не было обратного рефлюкса. Когда происходит варикозное расширение или варикозная болезнь, эти клапаны становятся несостоятельными. Следовательно, они не выполняют свою функцию. И венозная кровь застаивается в поверхностных венах, от чего и возникает расширение вен. А в глубоких венах нет таких клапанов? Нет, глубокая система вен работает в основном за счёт мышечного аппарата. Как у нас принято говорить, в ногах икроножные мышцы – это второе сердце человека. То есть это мышечная помпа, которая при активном образе жизни, при работе мышц, помогает доставлять венозную кровь с нижней части тела к сердцу. А правильно я понимаю, что поверхностная вена – это та, которая прямо рядом с кожей находится? Она, поверхностные вены, они находятся в подкожевой клетчатке, в зависимости от выраженности той или иной степени. Иногда их бывает не видно. Иногда их бывает видно даже у здорового человека без наличия варикозной болезни. А вот у глубоких вен бывают варикозные расширения? Да, бывает такое, что глубокая система тоже расширяется. Но, как правило, этому способствуют сопутствующие какие-то патологии, которые, в свою очередь, нарушают правильный отток. Это могут быть опухолевые процессы, это могут быть состояния послеоперативных вмешательств, или это могут быть последствия каких-либо серьёзных травм. Хорошо. Давайте поговорим всё-таки о факторах риска, кто чаще подвержен. Вот я сейчас сказала, что те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, но я подозреваю, что не только. Может быть, возраст, я не знаю, пол, наследственные какие-то заболевания, и наследственность, собственно, и сопутствующие заболевания. Конечно, в этой патологии имеет большое значение наследственный фактор, потому что зачастую, как правило, приходят пациенты на осмотр и говорят, что у мамы, у родителей есть такая проблема, и мы начали замечать у себя определённые симптомы. Для того, чтобы не запускать, мы хотим этим заниматься. Что касаемо возраста, как правило, варикозная болезнь начинает болеть достаточно с молодого возраста, когда начинается активный образ жизни, работа. У женщин это связано с беременностью, очень часто проявляется во время беременности, после беременности. Профессия имеет также большое значение. Варикоза развивается у людей, у которых работа связана с тяжёлым трудом, физические нагрузки. И, конечно, самое, наверное, одно из... Я вот читала, что стоячие профессии, там, где нужно постоянно стоять. В плане нагрузки очень большое значение имеют статические нагрузки при развитии варикоза. Это люди, которые долго, очень большое количество времени проводят сидя или стоя. А, то есть и сидеть тоже бредно получается? Да. Когда мышцы не работают, и кроножные мышцы не работают, следовательно, нарушается отток. И поэтому у людей с статическими нагрузками, профессии, которые предраспогладают к этому, рано или поздно развивается проявление варикозной болезни. А вы вот только что сказали, что приходит и говорит, у меня мама болеет. То есть, получается, и пол тоже играет роль, да? Женщины чаще страдают? Да. Женщины, как правило, страдают чаще. Отмечается, что в развитых странах или в развитых городах процент женского населения, страдающего варикозной болезнью, превышает 70-80%. Почему именно в развитых? Объясню, почему. Потому что в развитых странах более верифицирована и диагностирована эта патология. А, то есть дело в диагностике. Да, дело, наверное, более в диагностике. Ну, не во всех регионах, не во всех городах есть специалисты данного профиля. И просто статистика подводится. Получается, нет диагностики, нет и больных. Да, нет диагностики, нет и больных и нет статистики. Давайте к нашему Ставропольскому краю обратимся. У нас здесь насколько распространена болезнь? Ну, я так понимаю, у нас специалисты-то есть, видимо, и диагностика есть. Расскажите. Да, в Ставропольском крае варикозная болезнь, наверное, встречается у женщин порядка 70-80%, как я уже сказал. У мужчин это порядка 50-60% населения. Так, а вот если взять мужчин, у них почему проявляется варикозное расширение? У них беременности нет. Это связано, наверное, больше с тяжелым трудом, физическими нагрузками и образом жизни. Ну, вот так вот, если подумать, стоять нельзя, сидеть нельзя. Трудиться тяжело тоже нельзя. Что делать, как быть, чтобы избежать варикоза? Есть меры профилактики, которые помогают предотвратить данную патологию или хотя бы остановить на том этапе развития, который оно есть. Если даже образ жизни сидячий или постоянно стоячий, то надо прерываться на какие-то физические упражнения, разрабатывать ноги в голеностопных суставах, приводить в работу мышцы. То есть, если это тяжелый физический труд, нужно иногда отдыхать. Если, наоборот, ты все время сидишь, нужно иногда заниматься какими-то... Если мы с вами, когда ждем очереди на прием, редко задумываются, что мы с вами, когда ждем очереди на прием, редко задумываются. Мы задумываемся о том, что чувствуют врачи. Уж тем более редко задаемся вопросом, а давно ли они обедали, а когда последний раз были дома и общались со своей семьей. Со всеми своими заботами мы забываем. Там за дверью работают не роботы, а живые люди. И эти самые люди, медики, сейчас трудятся на износ. У Натальи Серафимовны удлинен на рабочий день уже вторую неделю подряд. Восемь утра заступает, в десять вечера домой, чтобы поспать. 14 часов в маске и в плотном защитном костюме. Общение с нескончаемым количеством пациентов. Медик не скрывает, такой режим не с простых. Если честно, тяжело. Пациентов очень много, потому что очень много вызовов на дому ездим. Естественно, берем и первичные маски, и потом вторичные маски, у кого выявляются ковид. Поэтому, конечно, тяжело. Но она человек, который в профессии по зову сердца, понимающий, относится к сложившимся условиям. Все для дела, все для победы. Над омикроном, конечно. Тем более, что силы тратятся действительно не напрасно. Результаты уже есть. Начали работать до десяти. Действительно, уже спад пошел на спад пациентов. Уже видите, как сегодня вы пришли, уже меньше пациентов. А так, если рабочий день у нас, допустим, до шести, до семи, тут мы не успеваем просто всех принимать. Просто не успеваем. За дополнительную нагрузку, которая легла на амбулаторию Кочубеевского округа, да и всего края, благодарить надо новый штамм коронавируса «Омикрон». Он щадяще отнесся к врачам в стационаре, зато сильно ударил по поликлиникам. В норме врач-терапевт участковый принимает в среднем 20-25 пациентов рабочую смену свою. Сейчас на каждого терапевта приходится 60-80 пациентов. То есть, конечно, в разы увеличилось это число. Конечно, сейчас же нужно еще и прием вести и соматических больных. Поэтому мы стараемся разделять потоки, чтобы инфекционные и соматические пациенты между терапевтами были разделены. На 15-часовой режим работы труда перешли работники регистратуры. Самые тяжелые часы утренние. Пациентов особенно много. Ну а часть работы регистраторов, кстати, на себя взяли колл-центры. Их открыли буквально несколько недель назад. Поэтому теперь пациенты по всем вопросам по телефону штурмуют оператора в этой комнате. Достаточно много звонков. С самого разного характера начинают консультации по поводу коронавирусной инфекции, вопросы по больничному, по мазкам. Мы и принимаем вызовы со всего района в том числе. Студент медицинского университета Владимир вызвался поработать в колл-центре в такой тяжелый для поликлиник период. Понимает, как им сейчас нелегко и как важна любая помощь. Очень хорошо, что с пониманием к происходящему относятся не только медработники, но и сами пациенты. Мы все люди, мы все, как говорится, человеки. Мы понимаем, что им тоже нужно время, у них тоже силы исчерпываемые, естественно. Пытаемся понять, пытаемся войти в их положение. Ну а терпение и врачам, и пациентам желают Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Программа «За здоровье» продолжается. Сегодня обсуждаем варикозное расширение вены. Я хочу напомнить номер телефона нашей студии 88652-333-020. Можете звонить и задавать вопросы. Продолжаем нашу беседу о стадиях варикоза. Хотела спросить, как характеризуется каждая из них? В развитии варикозной болезни, как и в любой патологии, имеются свои классификации. Они связаны в основном с клиническими проявлениями этой болезни. Одна из самых распространенных классификаций варикозной болезни – это по автору Папокровскому. Заключает в себе следующая стадия. Нулевая – это считается, когда отёка не бывает. Варикоз уже есть. Да, варикоз есть. Есть проявление варикозной болезни клинической. Это может быть тяжесть в ногах, усталость, тяжёлые ноги, то есть появление каких-то сосудистых звёздочек. Первая стадия – это когда появляется отёк к вечеру. В первую половину дня, как обычно, отёка не бывает, связанная с нагрузкой. Вторая стадия – она проявляется стойким отёком и появлением трофических изменений. То есть появляются признаки постоянного отёка – это липодерматосклероза, изменение цвета кожи, каких-то, может быть, гиперпигментаций. А третья стадия характеризуется самой тяжёлой степенью варикозной болезни – это когда появляются трофические язвы. Они очень тяжело лечатся и приносят, порой даже пациенты не могут работать. А часто у вас такие пациенты встречаются? Да, к сожалению, бывают пациенты с трофическими язвами, потому что это результат несвоевременного обращения за медицинской помощью, игнорирования мер профилактики и лечения. Ну, как правило, я думаю, приходят пациенты, когда уже совсем плохо, да? Учитывая психологию наших людей? Ну, должен отметить, что в последнее время пациенты, люди начинают обращаться на самых ранних стадиях заболевания. Это радует очень, потому что ввиду большой информативной нагрузки в соцсетях интернета, люди читают, видят у себя какие-то симптомы. Или же даже тот же наследственный фактор, видят проблему, с которой столкнулись их родители, и они уже начинают реагировать на самых ранних этапах заболевания. Но если взять вот ту самую нулевую стадию, какие-то есть уже проявления? Да, это проявления сосудистой сеточки, звёздочки, как мы привыкли их называть, или тиленгиэктазии, когда есть какие-то видимые изменения на коже. А клинически это могут быть просто усталость или тяжесть, которую мы привыкли к вечеру принимать за нормальное. А первая стадия? Это когда появляются отёки. Это уже отёки? Да, это уже отёки мягких тканей. В основном это в области голеностопного сустава, нижняя часть голени и стоп. Вот на картинках в интернете часто ноги буквально разукрашены. Это уже какие стадии? Это в основном стадии уже появления стойких изменений. Это липодермотосклюроз, это вторая стадия заболевания. Если брать данную классификацию, она лечится тяжелее, сложнее и долго по времени. Если люди получили в наследство такое заболевание, я так думаю, что они уже сами способны диагностировать его примерно визуально. Как правило, они приходят со словами «у нас варикоз». Как проходит диагностика уже в медучреждении? Золотым стандартом при диагностике варикозной болезни в данный момент является дуплексное сканирование вен. Это ультразвуковой способ диагностики. Он основан на совмещении двух видов исследований. Это ультразвуковое исследование и доплерография. Это в основном сосудистый режим, когда у нас есть возможность посмотреть на скоростные показатели кровотока. То есть доплексное исследование – это одно, доплерография – это другое? Да, это разные методы исследования. Очень часто пациенты делают исследование доплерографии, увидят свои скоростные показатели, но доплерография не показывает нам структуру самой вены. И мы не можем оценить правильно жизнеспособность данного сегмента вен. Тем временем у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какие упражнения нельзя делать при варикозе ног? Какие упражнения делают при варикозе ног? Это обычная гимнастика. Если человек находится постоянно в статических нагрузках, Ну, вот офисным работником. Да, то банально можно разминать мышцы голени, ходить. Или же, если появляются какие-то проявления усталости, отёков, то придавать ногам возвышенное положение. Возвращаясь всё-таки к диагностике. Какие-то анализы нужно задавать? Анализы крови, например? Анализы крови, как правило, не специфичны для проявления варикозной болезни, поэтому, что касаемо точной диагностики, оно не имеет смысла никакого. То есть УЗИ вен и дуплерография? Да. Дуплексное сканирование, да, это наши глаза. Хорошо. Лечение. Самое главное лечение, ну, на разных стадиях, наверное, оно разное. Да, вот консервативное лечение помогает или всё-таки это миф? Консервативное лечение, оно помогает только в том случае, если это делается циклично, делается это постоянно. Самое основное значение имеет эта компрессия эластическая. Она бывает разной степени, и в зависимости от стадии развития заболевания назначается данная или иная степень компрессии. Это препараты, которые тонизируют венозную стенку, венотоники. А сколько они эффективны? Они эффективны достаточно, есть доказательные базы. Ну, не на всех стадиях, я так понимаю, да? Ну, это надо... лечение варикоза, оно должно быть всегда в комплексе. Нельзя принимать препараты и не носить компрессионные чулки. Так. Или нельзя носить чулки и не принимать препараты, потому что лечение достигается всегда комплексно. А эти препараты эффективны, у них есть своя доказательная база, очень неплохая, поэтому нужно принимать их, и желательно это делать циклично. То есть нельзя принимать препарат циклом пару месяцев и забыть об этом навсегда, через 5 лет вспомнить, сказать, я когда-то пил, и мне не помогло. А как тогда нужно? Это принимается в год 2-3 раза по 1,5-2 месяца препараты принимаются. А вот что касается мазей, насколько они эффективны? Мази, они... нужно всегда отмечать, что всё, что наносится снаружи, то есть на кожу, это приносит облегчающий эффект на кожу. То есть это не лечение. До вен не доходит, да, получается? Можно сказать, это доходит до капилляров, которые, в свою очередь, как-то могут тонизироваться, но это не лечение. Это тоже входит в комплекс совместно с ношением компрессионного чулка и приёмом препаратов. А хирургическое вмешательство, это тоже же лечение, да? Расскажите об этом подробно. Хирургическое лечение – это радикальный способ лечения варикоза. Наверное, один из самых основных. Они тоже бывают разные. Сейчас современная медицина переходит постепенно на лазерное лечение варикозной болезни, которое позволяет пациентам лечить и оперироваться уже в амбулаторных условиях, находясь в стационарном лечении. При одном способе вены полностью убираются, варикозно расширенные больные. Другой способ подразумевает под собой эндовазальную лазерную коагуляцию. То есть сама больная вена по структуре, она остаётся в организме, но мы изнутри её выжигаем. А куда она потом девается? Она никуда не девается, она просто не выполняет функцию, которую должна выполнять. Но больная вена, она вредит, она не выполняет функцию, в принципе. Поэтому её надо выключать из кровотока тем или иным способом. Так, а кто выполняет вместо неё эту функцию? Очень большая обширная сеть венозная имеется в нижних конечностях, и кровь начинает циркулировать по правильному току. Так, хорошо. Я вот тут выписала склеротерапия, ЭВЛК, минифлебоктомия. Давайте по каждому объясним. Вот склеротерапия. Что касаемо склеротерапии, хочу отметить, что это не является лечебной манипуляцией. Так, а что это такое? Склеротерапия подразумевает под собой косметическое устранение видимых звёздочек сосудистых. Не более того. Она выполняется только тогда, когда нет нарушения тока крови по магистральным венам подкожным. То есть нет варикозной болезни самой, в принципе. Бывает, что есть сетка, но нет истинного варикоза, который нужно оперировать. Если есть и то, и то, сначала выполняется хирургическое лечение, а вторым этапом делается склеротерапия. Ну, склеротерапия делается у косметолога или тоже у врача? Нет, эту манипуляцию выполняют только сосудистые хирурги. И что происходит после того, как сделали склеротерапию? Сразу исчезает звёздочка? Они склеиваются, да. Но полный эффект косметически достигается, конечно, чуть-чуть попозже. Это может быть месяц. Там бывают иногда небольшие гематомы, покраснения. Да, то есть мы всегда должны думать о том, что любой препарат может приводить к побочным эффектам. Бывают небольшие ожоги на кожах, бывают гематомы. То есть где-то через месяц, может быть, даже полтора, в зависимости от объёма склеротерапии, кожа полностью приобретает... Шрамы не остаются? Нет, это делается уколчик, это уколы через маленькие микроскопические инсулиновые шприцы. Перед склеротерапией нужно сдавать анализы? Перед склеротерапией нужно делать обязательно дуплексное сканирование, чтобы понимать, насколько... Целесообразно делать? Да, целесообразно делать это первым этапом, или делать ли вообще, в принципе. Хорошо. Дальше вот ЭВЛК, эндоваскулярная лазерная коррекция. Когуляция. Когуляция. Да, это современный метод лечения варикозной болезни, к которому постепенно переходят все современные сосудистые хирурги, сосудистое отделение. Это говорится у пациентов, часто они используют такую фразу «операция без разрезов». Да. Да, имеет такое место быть, но в маленьких случаях это только тогда, когда имеется только поражение ствола варикозной расширенной вены. То есть если вена только одна, да? Зачастую, зачастую, да, лазерная коагуляция, она сопровождается мини-филибектомиями, то есть через микроскопические доступы, проколы, разрезы, которые очень часто даже не нужно накладывать швы. Вот мне просто интересно, как обывателю, что делать с этой вены? Её, грубо говоря, вытягивают или… При лазерной коагуляции нет, она не вытягивается, она остаётся в организме. А при обычном методе хирургического лечения мы её удаляем с помощью специальных инструментов, зонт есть специальный, называется по методу БЭП-КОКО, он удаляется, в принципе, из-за организма. Насколько оперативное вмешательство результативно? Эффективно? Да. Достаточно эффективно, если… Убрали вену, а вторая может, например, тоже… Смотрите, что касаемо второй вены, на нижних конечностях есть системы большой подкожной вены, которые более подвержены варикозному расширению, и есть система малой подкожной вены, которая находится на голени по задней поверхности. В том или ином бассейне может быть рецидив данного заболевания. Если есть, продолжаются статические нагрузки, продолжаются те факторы риска, о которых мы говорили, или если пациент не соблюдает рекомендации после оперативного лечения. Рецидив возможен, но ту вену, которую мы уже прооперировали, ту вену, которую мы уже убрали, она заново не появится никогда. Сейчас я предлагаю немного отвлечься. В Евросоюзе выявили связь между вакциной Астрозенека и тромбозом мозга. Сюжет наших зарубежных коллег. Европейское агентство лекарственных средств объявило, что обнаружило возможную связь между вакциной от коронавируса Астрозенека и сообщениями об очень редких случаях тромбоза мозга у пациентов, которым сделали прививку. Агентство после очень тщательного анализа пришло к выводу, что случай образования тромбов после вакцинации препаратом Астрозенека можно признать возможными побочными эффектами вакцины. При этом ведомства вместе со Всемирной Организацией Здравоохранения также объявили, что польза от препарата намного превышает незначительные риски. Так, эксперты отмечают, что вероятность тромбоза намного ниже, чем опасность заразиться COVID. Также, по их словам, тромбоз является побочным эффектом и других препаратов, например, противозачаточных таблеток. Впрочем, ВВД агентства неизбежно принесут Астрозенека убытки. Ее препарат в настоящее время самый дешевый и широко используемый. Его продают всего по несколько долларов за дозу. Так, профильный орган в Великобритании посоветовал не делать прививку препаратом Астрозенека лицам младше 30 лет. Как выяснилось, чаще всего тромбы возникают у лиц младше 60 лет, а также у женщин. Мы не советуем прекращать вакцинацию в любой возрастной группе. Мы рекомендуем отдавать предпочтение одной вакцине перед другой для определенной возрастной группы. Мы это делаем из крайней осторожности, а не потому, что у нас есть какие-либо серьезные опасения. При этом европейский регулятор пока отмечает, что не нашел связи между полом и возрастом пациентов и побочными эффектами. Тем временем Министерство здравоохранения Испании объявило, что прививки Астрозенека будут делать только людям в возрасте от 60 до 65. В стране тромбоз мозга случился у 12 пациентов из миллиона 700 тысяч привитых. Почти все пострадавшие женщины до 55 лет. В целом по ЕС выявили 169 случаев тромбоза на 34 миллиона человек, которым сделали прививку. Мы продолжаем нашу беседу о варикозном расширении вен. Мне интересно, человек прошел операцию, неужели ему сразу становится легче, мгновенно? Да, очень большое количество пациентов отмечает выраженную положительную динамику после хирургического лечения, особенно когда возвращается в обычный ритм жизни, выполняя те же самые нагрузки, и они отмечают, что им стало намного легче. Вот особенно в коммерческих клиниках часто слышим лозунги без разрезов, без боли. Человек своими же ногами уходит после операции. Это правда? Да, такое возможно. Я же говорил уже о возможности лечения варикозной болезни в амбулаторных условиях. Это зачастую речь идет о лазерной коагуляции эндовазальной, использовании лазера. Пациент, в прямом смысле слова, с операционного стола может встать и идти домой. А анестезия у него какая? Анестезия, она используется местной анестезией, обкалыванием, место прокола, место коагуляции, чтобы не было термических ощущений, не было болевого синдрома. Ну, хорошо, сделали операцию. На этом лечение закончилось? Нет, на этом лечение не заканчивается. Пациент должен обязательно соблюдать строгий режим носения компрессионного трикотажа. То есть компрессионный трикотаж нужно носить? А вот как, до конца своих дней, грубо говоря, или какой-то период? Обязательным является ношение трикотажа после хирургии первый месяц-полтора, а то и два, зависимости от стадии заболевания, зависимости от поражения, стойких изменений. И дальше рекомендуется ношение трикотажа при длительных стойких нагрузках или статических нагрузках, о которых я уже говорил. Давайте подробно поговорим о компрессионном белье. Есть бинты, есть чулки, да? А вот как их выбрать правильно и что лучше, бинтование или всё-таки чулок? В обыденной жизни для пациентов, для людей, которые просто профилактически носят или носят их с лечебной целью, рекомендуется носить чулки компрессионные. Можно носить колготки, можно носить гольфы, в зависимости от поражения. Потому что эластические бинты, зачастую пациенты, люди сами не могут создать себе равномерную правильную компрессию, степень компрессии. И иногда бывает где-то перетянут, где-то расслабят. В стационарных условиях мы используем после операции чаще всего эластические бинты. Мы создаём правильную компрессию для ноги после операции. То есть человек сам это не сможет, да? Нет, самостоятельно бинтовать ногу тяжело. Бинты используются также пациентами при тяжёлых формах варикозной болезни, когда есть трофические нарушения. Им тяжело одевать чулки или колготки. Это связано с механическим воздействием на рану. Поэтому им удобнее, конечно, бинтовать ногу компрессией. Вот мы всё время говорим о варикозе вен нижних конечностей. А варикоз чего-то другого ещё бывает? На руках, например? Варикоза на руках не бывает. Что касаемо с варикозным расширениям вен, бывают варикоцели у мужчин. Это что такое? Это расширение венозной сети половых органов в мошонке. И также имеется варикозное расширение геморроидальных узлов, чем занимаются в основном проктологи. Это геморрой. То есть вот это и есть всё варикоз? У женщин отмечается варикозное расширение вен малого таза. В принципе, это бывает после беременности чаще всего. Давайте поговорим о последствиях варикоза. К примеру, человек не лечил долгое время. А что может произойти самого ужасного? Ну, сюда подключаются уже осложнённые формы варикозной болезни. Это тромбозы, это посттромботические болезни, это трофические язвы различных масштабов. Тромбоз, как он проявляется? Тромбоз... Вот механизм, вот как приходит человек к тромбозу в итоге? Бывают различные факторы, которые способствуют развитию тромбоза. Тромбоз бывает поверхностных вен, это поверхностный тромбофлебит. Тромбоз бывает глубоких вен различных уровней. В зависимости от уровня тромбоза возникает та или иная клиника. Чаще всего это сопровождается это, если поверхностная система сопровождается покраснением гиперемии кожи, болезнями ощущениями, уплотнениями кожи. Тромбоз глубокой системы сопровождается появлением спонтанного отёка и распирающих боли в нижних конечностях. Сразу нужно обращаться к специалистам, проходить диагностику. Там оперативное вмешательство, да, показано или как? Оперативное лечение при тромбозах, оно тоже немножко очень вариабельно, потому что на все случаи есть свои показания. К каждому пациенту есть свой подход и всё индивидуально. Те же тромбозы глубокой системы, в некоторых случаях их не нужно оперировать, нужно вести консервативно. В некоторых случаях угрожающих жизни, когда есть флотирующий сегмент тромба, они стабильны. Мы приходим к операциям, они тоже бывают открытого характера. Бывает закрытая хирургия, когда ставятся фильтры, чтобы тромб не отлетал, потому что самым грозным осложнением тромбоза венозного, это, конечно, тромбоэмболия легочных артерий, которая может привести к самым фатальным последствиям. А может быть инсульт от варикоза? Нет. Это миф? Нет, не может быть, потому что это зависит, это связано с кругами кровообращения в организме, тромб с нижней конечности венозный, он до головы не доберётся. А с трофическими язвами что делать? Как их лечат? Трофические язвы лечатся тоже комплексно, лечатся медикаментозно. Нужна правильная обработка раны. Можно вылечить, да? Да, рана должна быть чистая, рана должна быть правильно обработана, и плюс, конечно, применением возможно антибиотиков, возможно различных видов противораспудильных препаратов, и, конечно, это венотоники, это компрессия. Вот мы знаем, что варикозное расширение вен чаще проявляется в более зрелом возрасте. Предлагаю посмотреть рубрику «Совет врача о женском здоровье после сорока». Здравствуйте, меня зовут Ольга Булгакова, я врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог. Какое обследование нужно проходить каждой женщине ежегодно? Первое – это гинекологическое обследование, куда входит мазок на флору, мазочек на раковой клетке, 100 грамм, которая показывает, нет ли онкологических клеток или нет ли предшественников гинекологических клеток? Это мазок на вирус папиллома человека 16-18 типа. При необходимости можно расширить объем гинекологических анализов по жалобам женщины на инфекции, например, гонорея, трихомонады, хламидии, или бак-посев на кандиду, если у нее есть жалобы на соответствующие выделения. Женщине необходимо также делать УЗИ органов малого таза. В какую фазу цикла лучше сделать? Если женщину ничего не беспокоит, то мы можем сделать в любую фазу цикла, кроме менструации. Если женщину беспокоят, например, мажущие выделения накануне менструации, то лучше делать сразу после менструации, для того, чтобы исключить, нет ли полипов или каких-то образований. Если женщина планирует древности, хочет быть будущей мамой, то желательно сделать УЗИ ближе к 20-22 дню цикла. Для чего? Для того, чтобы понять, есть ли яйцеклетка позаревшая, которая проэвулировала и ей желтое тело. То есть у женщины есть овуляция и нормальная толщина эндометрия, слизистой оболочки для того, чтобы прикрепилось плодное яйцо. Кроме того, женщины должны помнить об самообследовании молочных желез. И либо обратиться к доктору, чтобы делать УЗИ молочных желез можно делать с 6 по 11 день цикла. Если же женщина принимает гормональные любые препараты, то можно делать УЗИ молочных желез, либо маммографию рентген молочных желез в любой абсолютно день цикла. Если у женщины нет менструации, она уже в менопаузе, то опять-таки в любой день менструального цикла. Кроме того, я рекомендую сдавать стандартный общий анализ крови. Обратить внимание также на ферритин и на железо, потому что каждая вторая женщина, к сожалению, имеет проблему железодефицита. Витамин D поможет понять уровень содержания этого уже прогормона. И посмотреть, я бы рекомендовала женщинам в более взрослом возрасте, да, 40+, гомоцистеин. Это такой предиктор, предсказатель будущих сердечно-сосудистых катастроф. Совет врача. Мы продолжаем программу «За здоровье». Сегодня обсуждаем варикоз. Вот мне сейчас режиссёры подсказали, вопрос есть из соцсетей, а можно ли заменить вену, например, веной какого-нибудь животного? Нет, это абсолютно не имеет никакого смысла. Замена сосудов нижних конечностей применяется только при артериальных патологиях или же если есть серьёзные последствия перенесённого тромбоза. Но сейчас это только не имеет такую доказательную базу. При обычной варикозе, о которой мы говорим, который встречается повседневно, никаких трансплантантов не используется никогда. Даже если показан трансплантант, это чья вена? Этого же человека? В мире не существует лечения варикозной болезни с использованием трансплантантов. А, то есть пока ещё это где-то в будущем, да? Нет такого, нет. Понятно. А вот возвращаясь всё-таки к женскому здоровью, вы сказали, что варикоз очень часто проявляется у женщин во время беременности. Почему? Да. Это связано с тем, что физиологически, когда плод начинает расти, и он начинает сдавливать основные магистральные вены, по которым идёт отток крови от нижних конечностей. Это подвздошный сегмент вен, это сдавливание нижней полой вены. И в зависимости от расположения или уровня сдавления вен начинает прогрессировать варикоз на той или иной ноге. Бывает, что с обеих сторон сразу. Но не всегда беременность приводит к стойкому варикозу. Иногда после беременности большинство вен уходит самостоятельно, потому что… То есть как временное явление на период беременности. Да. Бывает, что временное явление. Но если у пациентки и у человека есть предрасположение к варикозной болезни или были проявления ещё до беременности, то обязательно это будет прогрессирование заболевания. Есть ли какие-то витамины, биологически активные добавки, которые влияют на эластичность наших сосудов? Ну, наверное… Чтобы такого выпить? Наверное, нет. Это в основном венатоники. Они тоже созданы на основе натуральных продуктов. Это в основном каштан, диасмин, препараты. Они создаются… Они укрепляют венозную стенку. А если вот диета какую-то, диеты какой-то придерживаются? Нет. Диета больше помогает, наверное, при патологии артериальной, а не венозной. Ну, то есть, если у тебя варикоз, диагностировали, это болезнь хроническая, она на всю жизнь получается? Да, она… Понемногу лечит, лечит. Она носит хронический характер. Ну, так, к сожалению, вот какие противопоказания существуют для людей, которые болеют варикозом расширения вен? Противопоказания, наверное, одно из основных – это термические воздействия длительные. Это горячие ванны или переохлаждение, потому что зачастую тромбозы эти образуются очень часто при длительном каком-то термическом воздействии. Это можно говорить о горячих ваннах, это говорим о бани, сауны вот эти, которые длительно меняют температуру окружающей среды. Или же те же самые переохлаждения, которые вызывают массивные тромбозы. Что ж, эфир программы «За здоровье» подошёл к концу. Большое вам спасибо, что были у нас сегодня в студии. Было очень интересно. Спасибо и вам большое, что предоставили слово. Желаем всем здоровья. Программа «За здоровье» заканчивается. Помните, здоровое тело – здоровые мысли. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова